Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв И сегодня у нас в госте учёный-физик Михаил Анинков Здравствуйте, Михаил! Добрый день! Российский учёный, который приехал к нам для того, чтобы 18 и 19 мая провести лекции для детей в галерее музеум.лв Ну вот, мы сегодня с вами поговорим о физике Потому что ваша специализация – это исследование в области физики, атмосферы, радиоволн и акустики И вы работаете на физическом факультете МГУ имени Ломоносова Всё так? Всё так Вот насколько интересен звук? Потому что, когда я в своё время делал интервью с профессором Беркли Он сказал, что звук, конечно, интересен, но свет интереснее Потому что свет – это частица и частица, и волна А со звуком вроде всё как бы ясно На ваш взгляд, звук и исследование звука ещё содержат тайны, которые физикам неизвестны? Ну, прям, чтобы неизвестно, это, конечно, наверное, громко будет сказано Но, как ни странно, они всё ещё применяются и даже в наших мобильных телефонах Которые, ну, как мы, наверное, догадываемся, работают на радиоволнах Тем не менее, есть элементы, которые используют именно звуковые волны внутри себя То есть, как это работает? Расскажите Ну, там есть элементы, которые используют поверхностные акустические волны Наверное, будет слишком долго вдаваться прямо в подробности Но часть передачи сигнала идёт с помощью них Ну, когда нам нужно отсекать определённые частоты, чтобы поговорить именно с тем, с кем мы хотим На ваш взгляд, всё-таки нет ли дискриминации по отношению к звуку со стороны физиков? Учитывая, как я уже сказал, что свет многих интересует больше Ну, можно, наверное, это и так назвать, дискриминация Конечно, свет интересует гораздо больше, поскольку, в принципе, диапазон его использования гораздо шире И тут само собой получается, что именно он нам интересен Если мы хотим улетать в космос, то там, как бы, звуковые волны нам вообще никак не помогут Звука там нет, а вот радиоволны, свет — это пожалуйста Ну, звук в вакууме ведь может передаваться или нет? Нет Потому что там нет колебаний, потому что там нет воздуха Потому что, да, звуку нужна какая-то среда, именно твёрдая среда, ну, или там, жидкая В смысле, что должны быть какие-то частицы, которые будут его передавать И в космосе их просто слишком мало для этого То есть космос получается абсолютно беззвучен? Да, абсолютно беззвучен, так что не верьте всяким фантастическим фильмам, в которых показывают, что взрывы там слышны, выстрелы и прочее Нет То есть если происходит взрыв сверхновый, который мы, допустим, наблюдаем, это глобальное событие Или, не знаю, там, образование чёрной дыры, всё это происходит абсолютно бесшумно Да Ну, раз уж вы находитесь прямо там, на ней, на этой звезде, когда взрывается, там, возможно, вы сможете услышать, поскольку там есть вещество, из которого оно состоит Но если вы просто смотрите со стороны, то да, это не мое кино Ну вот когда, в общем-то, учёные показывают песни астероидов, песни планет Ну, хорошо, планет, там, допустим, без атмосферы То есть это всё-таки реальный звук, то есть реальное звучание Или это уже некое моделирование, ну, как это может быть? Это моделирование, да, звучит очень красиво, что у нас там поют небесные тела Это восходит ещё, если не ошибаюсь, к Платону, который говорил, что он отличается от всех остальных людей тем, что он слышит музыку сфер, собственно, этих самых планет и звёзд А другие люди, конечно же, не слышат Но на самом деле это радиоизлучение, то есть тот же свет, да, радиоволны, которые просто каким-то образом, на самом деле, можно разными способами это делать, приводятся к звуковым То есть свет можно сделать звук? Можно заставить, да, звук как бы имитировать свет А наоборот не получается? Нет, можно и наоборот То есть из звука можно сделать звук? Да, есть даже такой раздел, как оптоакустика и акустооптика Вот они этим занимаются, но это на самом деле, конечно же, в каком-то смысле обман, потому что на самом деле мы принимаем свет Но свет же тоже меняется, он может быть ярче, он может быть темнее, он может быть, ну если говорить про видимый, то разных цветов Но есть секторальный анализ Да, вы можете разный цвет заменить на разные ноты, а разную яркость на разную громкость, и вот у вас получилась какая-то музыка Какая-то очень такая, как она называется, ambient музыка Но тем не менее, вот, кстати, преобразование, я потом задам этот вопрос, сейчас у нас радиослушатель появился на линии, надевайте наушники Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я вот все слушаю, может, немножко прослушал, очень интересное выступление гостя А кварки, они ведь создают звуки же какие-то, или это не звучание, или расшифровка того, что в звуке, то, что дает кварк Спасибо большое Спасибо вам Ого, уже до кварков добрались Да, мы глубоко копаем Нет, кварки, конечно, тоже не могут звучать, поскольку, ну там, где они есть, тоже пустота вокруг них Они, ну, то есть их излучение, оно тоже не звуковое, естественно Вот, так что не знаю, откуда такая информация То есть звук во многом является уже, в общем, если мы говорим о космосе, это является просто результатом моделирования То есть мы предполагаем, как это могло бы звучать, и, соответственно, создаем соответствующее звучание Да, да, то есть мы делаем какую-то аналогию между светом и звуком, но напрямую, конечно, никакой связи нет Ну, вот вопрос из Фейсбука, который к нам поступил Что происходит с самолетом, который преодолевает звуковой барьер, и почему мы слышим хлопок? Ого Ну, дело в том, что, чтобы перейти на сверхзвуковую скорость Вот, нужно, да, это называется преодолеть звуковой барьер Можно представить себе это так, что самолет, который все разгоняется и разгоняется Он перед собой создает такую... Воздушную подушку? Да, такую стену даже, можно сказать, из воздуха, поскольку он за собой влекает воздух, и тот перед ним начинает скапливаться Вот, и в момент перехода на сверхзвуковую скорость он, собственно, эту стену прорывает, потому что начинает двигаться быстрее, чем звук в воздухе Соответственно, эта стена лопается, да, и разваливает? Ну, вроде того, не то, чтобы она прям лопается, но этот сам переход, да, это резкий момент, когда нужно это сопротивление преодолеть, а после этого уже все, звук остается позади Если мы такие самолеты видим, то есть мы их сначала видим, а потом слышим Ну, можно ли, скажем, увидеть звук, в том смысле, вот если мы говорим о сверхзвуковой скорости, когда, условно говоря, ну, я сейчас моделирую очень примитивно для среднестатистического, может быть, человека, не физика То есть я говорю слово, я говорю предложение, и вы через какую-то там долю секунды получаете эту информацию Мы можем, условно говоря, увидеть, как эта волна до вас доходит, то есть с помощью технологий То, что я сказал, в какой момент она доходит до ваших органов чувств То есть мы можем подсчитать эту скорость звука, ну, хотя она известна и так далее, но как-то зафиксировать Ну, во-первых, есть самый простой способ вообще считать скорость звука, наверное, многие это делали еще, там, начиная с детства И это гром и молния, поскольку это и то, и другое результат одного и того же действия Сначала молния, потом гром Да, но они происходят одновременно А слышим мы гром после, и вы можете, зная скорость, конечно же, посчитать, насколько далеко от вас гроза, собственно, происходит И наоборот тоже, если вы знаете, где происходит гроза и где находитесь вы, то, замерив время между молнией и громом, можно узнать, с какой скоростью этот звук к вам пришел А вот чтобы прям увидеть звуковые волны Ну, с помощью какой-то аппаратуры там, допустим Да, на самом деле это вполне можно Есть способы вообще видеть любые колебания в воздухе Они основаны на прохождении, кстати говоря, возвращаемся к тому же, света через воздух И через вот эти самые звуковые волны, поскольку звуковая волна, на самом деле, это когда у нас в воздухе чередуются более плотные и менее плотные участки И свет через них проходит по-разному То есть, конечно, мы считаем прозрачным воздух, но на самом деле Он состоит из целого ряда газов Да, целого ряда газов, и, конечно, свет, проходя через него, все-таки испытывает какое-то на себе действие И вот это действие можно с помощью специальных приспособлений увидеть То есть, увидеть, что у нас там более темные участки будут отвечать, допустим, более сжатому воздуху, более светлые, менее сжатому И тогда эти волны можно увидеть, можно увидеть различные потоки, которые есть в воздухе И вообще это довольно красиво выглядит Ну, что касается, скажем, передачи информации, потому что звук, ведь у нас у каждого разный тембр Звук, он, опять же, очень многообразен От скрежета, там, не знаю, при аварии автомобиля до симфонии Шестаковича То есть, вот эта история, когда передача по воздуху этих колебаний На чем основана, что передают особенности их звучания каждого музыкального инструмента? Здесь дело даже не только в воздухе, а в том, что звук, простите, действительно сложнее, чем мы думаем И когда говорят, допустим, ну, кто музыкой занимается, там, нота определенная, да, там, нота до С точки зрения физики, это звучание с определенной частотой, то есть, звуковая волна имеет определенную длину Но это если мы каким-то образом получаем чистую ноту до вот просто этой высоты На самом деле музыкальные инструменты такого не делают Они не могут получить суперчистую ноту У них всегда есть набор так называемых гармоник То есть, эта нота, эта нота в два раза выше, в четыре раза выше и так далее И они все каким-то образом перемешиваются Такие вариации на всем Да, то есть, вы можете взять ноту до на гитаре, на пианино, на скрипке Попытаться спеть ее самому, это будут четыре разных звука Их основная частота будет одна и та же, но будут еще примеси, которые будут различаться Поэтому получаем вот то, что вы, кстати, назвали тембром, да Получаем, что у каждого инструмента, у каждого источника звука есть свой тембр Ну вот, когда говорят о свете, опять же, что это абсолютная величина В том смысле, что передача информации ограничена максимальной скоростью света Звук в этом смысле, конечно, неконкурентоспособен Потому что его скорость не сопоставима со скоростью света Но это тоже передача информации Но здесь я как раз хочу уже поговорить о свете На ваш взгляд, почему, собственно, существует такая проблема Почему скорость света является абсолютной Хотя, как говорят ученые, в общем-то, можно без передачи информации Ускорить скорость света Солнечный зайчик, например То есть, он не несет ничего Но, тем не менее, он может обогнать вот эту величину в 300 тысяч километров в секунду Почему, в общем-то, мы остановились на том, что скорость света абсолютная? Хотя это и частота, и колебания, как вы знаете Ну, дело в том, что, на самом деле, ну, во-первых, это как бы пока что на данный момент Основа погача закон нашего мира То есть, мы просто еще не узнали, что есть что-то другое, да? То есть, остановились на Скажем так, при нашем взгляде на мир, получается, что если там что-то есть Мы с этим никак не можем взаимодействовать и узнать про это Это первое А второе, у нас просто наши скорости, с которыми мы живем, они все настолько медленные Что мы привыкли к очень простому вот этому закону относительного движения Когда скорости просто складываются или там просто вычитаются И нам даже сложно в голове представить, что почему-то у этого может быть предел А настоящий закон сложения скоростей, он немножко другой И там действительно скорости стремятся вот к этой максимальной и не могут ее преодолеть Ну, нам надо как-то, не знаю В общем, перестраивать свое мышление, чтобы к этому прийти И, в общем-то, при возникновении вот этого теория относительности Эйнштейна и прочего Ну, было много споров И, в общем, она самая сложная часть дорожкольной программы, естественно Но ведь, опять же, если, конечно, говорить о скорости света И то, что мы, в общем, наверное, с трудом можем себе представить Потому что, как я уже говорил, это более 300 тысяч километров в секунду Но ведь в космосе мы видим, насколько она невелика Потому что, если мы говорим о расстояниях, которые существуют даже до ближайших звезд Там уже идут световые годы И вообще-то понимаешь, что скорость света Даже со скоростью света мы еще долго ни до кого не доберемся То есть, в том смысле, конечно, это главный фундаментальный вопрос науки Если кто-то кроме нас Да, это абсолютно верно Скорость света, ну, даже от Солнца свет идет к нам 8 минут Хотя это ближайшая к нам звезда Да, это самая ближайшая к нам звезда А следующее, это уже больше 4 световых лет, если я ничего не путаю Что означает, что лететь туда со скоростью света нам нужно 4 года, как минимум То есть, Солнце одинокий такой Да, одинокий небесный объект Вот они все достаточно одинокие Друг от друга звезды находятся далеко Ну, не считая некоторых систем, когда они вдруг вместе крутятся, например 2 или 3 звезды, да В общем, получается, что если мы хотим изучать другие миры Если уж вопрос об этом То даже скорость света нам не очень поможет То есть, 4 лет ты доближаешь Хорошо, можно долететь и даже вернуться Но вот если смотреть на остальные звезды Там уже пойдут сотни световых лет и гораздо больше То есть, получается, нам нужен новый способ Но это уже, конечно, совсем другая тема Про, ну, конечно, не скачки, гиперскачки, как в кино Вот, но кротовые норы, про которые тоже в кино иногда показывают И говорят, в общем, это более реалистичная версия Ну, вы, кстати, как оценили Ну, понятно, что это был такой прорыв, наверное, в бировой науке Все учены обратили на это внимание То, что появилась первая фотография черной дыры Ну, на самом деле, она сделана была все-таки не прямо сейчас Ее очень долго обрабатывали Но опять же, это все-таки моделирование в какой-то степени Из разных обсерваторий собирали данные Да, да, собирали много данных Это все долго обрабатывалось Ну, на самом деле, мне кажется, это важный этап в том Чтобы люди как бы не забывали, что исследование космоса идет И, в общем-то, вот так тоже недавно были гравитационные волны Которые предсказаны были чуть лет 50 назад Там даже больше, да Сейчас их, наконец-то, могли обнаружить То есть, если смотреть на их исследования То, конечно, только первый шажок Потому что то, что они собой представляют Это пока сложно расшифровать То есть, есть какие-то модели Они их там подставляют и находят К чему это может относиться Но сам факт, что, наконец-то, мы до этого дошли Мне кажется, важно, что вот они об этом смогли сказать так Что весь мир услышал То есть, теория стала реальностью Так это, наверное, нужно Ну, то есть, да, что это все правда Ведь черные дыры тоже были предсказаны Эйнштейном И позже только обнаружены А вот теперь еще и фотография появилась В общем Ну, важно понимать, что тот этап, на котором мы находимся Во всех этих исследованиях Ну, в каком-то смысле Мы сейчас на участке, в котором Длительное время ничего прям прорывного Ну, не должно произойти, конечно Все, что угодно может случиться Но вроде как не должно Ну, вот что в микромире с частицами А что вот с астрофизикой Ну, просто полномерно вот Идет работа по обработке этих данных И поэтому, мне кажется Тут основное то, что они Какие-то вот такие Отметочки делают Что вот, смотрите, тогда в черной дыре Гляд, почему, кстати, сейчас Задам этот вопрос после звонка Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег Да, Олег, задавайте вопрос У меня такой вопрос Как астрономы упряжают Потому что мы видим звезды на небе И этих звезд уже давно-давно На месте нет А свет есть Причем эти звезды Ну, многие из них Находятся на нас От нас в миллиардах световых лет И вот получается такая Фантастическая картина То есть источника давно уже нет А свет есть И есть он путешествие по вселенной Столько миллиардов лет Ну, что может бесконечно так путешествовать И источника уже нет Этой звезды уже, может быть, вообще нету Да, спасибо А вот свет есть Вот как объяснить явление? Спасибо вам Ну, я, кстати, задавал этот вопрос Одному из ученых И как раз мы говорили о том Что в чем-то астрофизики напоминают историков Потому что они изучают то, чего уже, возможно, нет Или, по крайней мере, там все гораздо серьезно изменилось Да, все, что мы видим Все эти звезды Это звезды, как они существовали Ну, определенное количество лет назад Это зависит от расстояния до них Но именно благодаря этому Мы, кстати говоря Можем изучать историю развития Вселенной Да, там вот Условно большого взрыва И что было дальше Поскольку мы получаем информацию из прошлого Вот Но это нам не мешает изучать состав звезд и прочее А насчет объяснения Ну, это ведь то же самое Что вот мы говорили про переход самолета На сверхзвуковой скорости Да, вот то же самое Вы сначала увидели самолет А потом от него приходит звук Из того места Ну, как нам кажется Из того места, где самолета уже нет И то же самое Может быть, со светом Так оно и есть То есть Да, действительно Если мы видим взрыв сверхновой Сверхновой На самом деле она взорвалась Там сотни тысяч лет назад Ее там уже давно Возможно, нет, да Но мы увидели событие только сейчас Еще звонок у нас Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег Колпачок перед ним Который он проходит Ну, здесь, скорее всего, будет следующее Очень сложно удерживать Действительно, прям, вот Постоянную скорость Более того Она в самом воздухе может меняться Затем температуры и так далее Высоты Поэтому, скорее всего, получится Что будет серия переходов То есть будут небольшие Туда, потом обратно Снова И сопровождаться И, так полагаюсь Серия этих флотков Возможно, не таких сильных уже Вот, ну, что-то в этом роде Но, на самом деле Поскольку переход, ну, это Не очень приятно То я бы не советовал Летать, прям, ровно с этой скоростью А человек, на него это как влияет На пилота? То есть переход На пилота или на пассажира? Потому что раньше были Сверхзвуковые еще Пассажирские самолеты Ну, они были какое-то время, да Потом они были признаны Слишком Невыгодными и опасными Да, Конкорды Ну, и Ту-144 в свое время Ту-144 Ну, собственно, я не летал, конечно На таких самолетах Я этому ощущения не могу сказать Из первых рук Вот Но полагаю, что это ощущается То есть как То есть для человека Человеку это вредит Как и во здоровье Или это неисследованно? Ну, я думаю, пилот защищен внутри То есть, конечно, если вы находитесь рядом Без каких-то там наушников Прочеприспособлений То этот хлопок Да, это же, по сути Очень резкий скачок давления в воздухе Это плохо скажется на ушах, скажем так То есть это может быть даже опасно Если вы прямо рядом находитесь То есть могут перепонтируют Да, вполне может что-то произойти Такое с вашим ухом Ну, поскольку это действительно Как взрыв Прямо рядом с вами Звук-то тоже способен причинить вред Наверняка Слышали или видели Как Там стаканы лопаются Да Некоторые даже могут голосом Его сломать Ну, звуковая волна, которая выбивает стекол Да, выбивание стекол и прочего То есть он вполне материален Этот звук И это как бы не Какая-то метафора Да, это в прямом смысле Он состоит из вот этих самых Частиц воздуха в данном случае Которые, если хорошенько разогнать Вполне могут унести вред Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв Буквально несколько минут Потом вернемся и продолжим Физик Михаил Аненков у нас сегодня в гостях Оставайтесь с нами Мы продолжаем Эта программа Встретились, поговорили Меня зовут Вадим Родионов И сегодня у меня в гостях Михаил Аненков Российский физик Ученый в области физики Атмосферы Радиоволн и Акустики Который работает на физическом факультете МГУ имени Ломоносова И Михаил приехал в Ригу Для того, чтобы 18 и 19 мая Принять участие в интерактивных лекциях Которые пройдут в галерее Музеум ЛВ Так что можно приобрести билеты И послушать лекции Михаила Мы продолжаем наш разговор Говорим мы сегодня о звуке О свете О космосе И, кстати, продолжая тему звука И его воздействия Вот мы как раз закончили Прошлую часть нашей программы На том, что звук может причинить вред Но есть ведь исследования Которые показывают Что с помощью звука Определенных частот Можно воздействовать на толпу То есть можно сделать так, что людям будет просто некомфортно Хотя они это не будут слышать Это там ультразвуковые сигналы И так далее и тому подобное Вот в плане работы с аудиторией В этом смысле звук Насколько перспективная история? Ну, это действительно все так и работает Это не какие-то легенды или мифы Действительно Звук, который мы и не слышим Во-первых, могут слышать другие животные некоторые Те же киты общаются на инфразвуке Вот, то есть мы их не услышим Они друг другу говорят И воздействие на человека Да, вот Считается, что таким образом Это какая-то же психофизика такая Когда раздражаются некоторые области Отвечающие за ту самую тревожность То есть мы не слышим Но на нас это действует Да, на нас это действует И вот мы начинаем из-за чего-то тревожиться Нам становится, как вы сказали, некомфортно Поскольку есть стимуляция определенного органа у нас То есть какой-то частью мозга, видимо И, в общем-то, насколько я понимаю Это вполне себе применялось Может даже применяется Не знаю, только запрещено ли это законом Но такие способы разгона толпы Вполне себе имеют место быть Ну, звук используется в качестве оружия Вот, звуковые какие-то исследования В области акустики и звука То есть это интересует Министерство обороны разных стран Ну, мы об этом не можем знать Поскольку, если есть, то все, скорее всего, засекречено Сколько процентов мы знаем Там лазерные технологии и так далее Ну да, лазерные технологии Мы тоже не знаем, на какой стадии они сейчас находятся Практика бластеров, как в «Звездных войнах» нет Ну, в России есть оружие «Пересвет» По крайней мере, Путин аносирует Да Насчет звука Ну, да, как мы уже сказали Что очень громкий звук Он может быть опасен И можно пытаться фокусировать звук Вот, как То есть его не обязательно делать прям супер громким Понятно, что человек, который засунет голову в турбину самолета Скорее всего, глохнет, да? Поскольку там очень высокий звук И это просто разорвет там барабанные перпонки Вот, но Это звук несфокусированный То есть ему нужно быть прям рядом с этим самолетом С этим источником звука, чтобы пострадать А можно звук фокусировать Это вот примерно как взять лупу И ей поджигать муравьев Да, там Что-нибудь более мирное Выжигать свое имя там На лавочке Вот Вы берете, да, солнечный свет Фокусируете в одну точку И тогда Как бы рассеянный он не так опасен Но если в одну точку собрать То энергии достаточно, чтобы Что-нибудь поджечь Вот, со звуком тоже такая история работает Можно пытаться фокусировать в определенном месте И Ну, носить какой-то вред Вот еще одна история Которую Интересно, как вы прокомментируете Она связана с тем, что иногда Когда ты приходишь на концерт Сердцебиение Впадает в унисон с ритмом И это очень неприятно Вообще, говорят, может даже закончиться плачем И может ли это, я не знаю Но тем не менее Вот это ощущение, когда сердечный ритм Удар барабана, допустим Бочки барабаны Соответствует сердечному ритму Вот это вызывает Очень неприятные ощущения Ну, я что-то про это слышал, да Хотя, сколько я хотел На концерт И прямо вот такого ощущения Что я синхронизировался не было Но Поскольку Физика, в общем-то Одушевленные-душевленные предметы По-шему счету рассматривают одинаково Можно считать, что человек Это тоже Некая колебательная система И ее можно Пытаться заставить колебаться С внешней частотой Да, если достаточно громкий Такой напористый звук Как на концерте может быть Вполне Если там Особенно близко к сцене стоять То, да Подобные эффекты могут быть Но, правда Насчет их медицинских Я, конечно, не очень компетентен В плане Медицинского влияния Я испытал чувство дискомфорта Вот в этот момент Когда мое сердце Билось в ритм барабана Потому что Ну, как-то Вот это не очень приятно Ну, поскольку Это, видимо, вынужденные колебания То, что называют физики То есть Вас Извне заставляют Что-то делать Это обычно всегда некомфортно Да, я отошел просто Помню, я ушел от этого Чтобы, в общем-то Убрать это состояние Ну, что, давайте Сейчас звонок прим Здравствуйте Как вас зовут? Добрый день, Лариса Да, Лариса А вот вы, наверное, слышали Выражение Иерихонские трубы И вот в Библии Есть эпизод Когда вокруг города Иерихона Ходили войска Просто шесть раз Они обошли вокруг топая А на седьмой раз Они в трубы трубили И вот кто-то Я не помню Кто высказал предположение Что эти стены Были разрушены С помощью инфразвука Как вы думаете Это может быть Правда или нет? Спасибо Ну, камни в почках Дробят ультразвуком Камни в почках Дробят ультразвуком Да Но Это нужен специальный аппарат Конечно Нужно создать Опять же Вот эти самые Что-то вроде Вот этих взрывов Маленьких Да, то есть Это должно быть Резко перемена давления Что касается Истории Преихонские трубы Ну Вполне может быть Да, многие истории Вот эти библейские И так далее Они Основаны на фактах Да Они просто завернуты В такую оболочку Немножечко сказочную Можно сказать Там есть же эпизод Про остановку солнца В армии битвы Что на самом деле Это возможно Было некое оптическое явление Вполне реальное Так и здесь Ну, есть истории Про мосты Например Да, если Приходить в что-то Более реальное В наших времени Которые начинали колебаться Тоже за счет Какого-то внешнего воздействия Ну, есть Насколько я понимаю Все-таки Миф про то Что марширующие солдаты По мосту Все шли в ногу Сумели его раскачать И разрушить Вот Но есть совсем не миф Что очень сильный ветер Смог раскачать мост И тут пошел волной Это реальная история Можно даже найти Фотографии Там Годов, не знаю Пятидесятых Это Кто-то успел Даже делать Это заложено Как раз В мосты Они как раз Сделаны таким образом Чтобы они колебались Как, в общем-то, телебашня Да Сейчас все сделано так Чтобы они могли Вот эти вот Колебания Как-то, во-первых, гасить Если они начинают колебаться Да И всякие расширения Сужения Да На мостах можно всегда видеть Разделение на секции И так далее Но не всегда же Об этом люди знали И вот некоторые мосты У нас даже Относительно недавно Где-то В Волгограде, что ли Кажется Что-то такое происходило С мостом Он пошел прям волной Как на стадионе Во время хоккейного матча Сейчас как раз Чемпионат мира по хоккейу идет 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Михаил Аненков У нас сегодня в гостях Российский физик Исследователь Физики атмосферы Радиоволн Акустики Работает на физическом факультете МГУ имени Ломоносова Звоните, пишите Отправляйте ваши сообщения Также в WhatsApp 230-6191 Радиоволны Еще одна Достаточно такая Перспективная история Потому что мы как-то С коллегами Почитали Ну вот Радиоболском Вещать 12 лет Соответственно Мы преодолели Уже где-то примерно 12 световых лет И возможно Где-то На какой-то звезде У нас теоретически Мог кто-то услышать Если там конечно Кто-то есть Хотя это Как мы уже говорили В начале Очень незначительное Расстояние И до ближайшей Экзопланеты Гораздо дальше Где кто-то может быть Но тем не менее Радиоволны За 100 лет Их существования Насколько Хорошо исследованы И насколько Их потенциал Реализован То есть мы Многого еще Не знаем о них Но опять же Не то чтобы Прям не знаем Знать-то мы Про них Наверное По большому счету Все Сейчас могли узнать Но их Именно прикладной Характер Вот тут конечно Еще много Что можно использовать Последние лет 20 Да Где-то так Показались Большой прорыв Да От первых громоздких Мобильных телефонов Там еще 80-е появлялись До вот того Что сейчас у каждого В кармане Он есть В принципе Может быть И небольшого Совсем размера Вся эта беспроводная связь 3G, 4G, Wi-Fi 5G уже 5G, да 6G По-моему Там тоже уже что-то есть На эту тему Какие-то исследования В общем В плане Таком прикладном Инженерном Еще прям Вперед и вперед Использовать эти волны Поскольку Действительно Очень удобно Ну Мобильные Все вот это Мобильная связь FM-волн И так далее Все это Условно говоря Одна история Или они все Сильно различаются Ну По большому счету Одна история Поскольку Ну то есть Общие законы Распространения радиоволн Они верны Для Любого вида Радиоволн Вот Но есть Конечно же Отличия Да То есть Радиоволны Разной длины Или разной частоты Что в общем-то Одно и то же По-разному себя ведут Одни могут там Проникать куда-то Очень глубоко Это как Анализа бета И гамма-излучения Да-да-да Гамма-излучения Они могут быть очень опасными Из-за этого Рентген Вот Другие наоборот Далеко не проникают Но зато способны Скажем Обходить препятствия Практически Не искажаясь Что тоже используется В связи Например Когда очень длинные волны Мы для этого используем То есть Условно говоря Если есть преграда В виде горы Она просто ее обходит То есть Это радиоволна Да Если размер Длина этой волны Больше Жертву Ну в несколько раз То есть Характерный размер Будет больше Чем у горы То да Может пройти Практически не заметив Ну вот Я уже упомянул Альфа, бета и гамма-излучения Просто для того Чтобы понять Нашим радиослушателям Что Допустим Альфа-излучение Альфа-излучение Не проходит Даже через лист бумаги Бета там Чуть это А гамма проходит Практически через все Только можно Свинцом остановить И понятно Что это радиация Она вредна Что касается радиоволн Насколько они вредны И насколько исследования Есть ли исследования Которые в общем-то Доказали их Вред или безвредность Поскольку мы живем Все в окружении радиоволн Ну исследования Как я понимаю Проводят В довольно большом количестве Действительно Тема Которая многих интересует Да Все эти Такие Используемые на мобильных телефонах Приводят Краку мозга Да Особенно Мобильные телефоны Которые у нас повсюду Они как бы Этот интерес возродили Тоже Ну вот Радиоизлучение Которое Используется В мобильных телефонах И Ну вот Вай-фай Вот это все Телевидение Собственно радио Оно находится В таком диапазоне Который в общем Человеку не опасен То есть Если 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 оно будет Очень большой мощности Тогда да То есть С вышкой стоять не надо Не надо Где передатчики Этого делать не надо Поскольку Опять же Радиоволн Да В отличие от звука Они конечно Не используют вещество Они это просто Поля Электромагнитные поля Но Эти поля Взаимодействуют с веществом То есть Если это поле Проходит через вещество То Эффект будет Да Ну как минимум Может нагреться Это как микроволновка Что ли работает Или по-другому Вроде того То есть Если стоять под передачкой Можно поджариться Да То есть Именно так Да Есть истории Про солдат Которые загорали Рядом с Каким-нибудь Антенной Своей Военного назначения Полежали рядом с ней А потом Оказалось Что они обгорели Это вполне реальная история Да Эффект есть Но это Опять же Это передатчик И вы находитесь рядом с ним В этом случае Он конечно опасен Я думаю Что если вы Даже положите под подушку И будете спать С Wi-Fi передатчиком То там сигнал гораздо Гораздо слабее Это кстати Тоже плюс Наших технологий Да Мы научились так Кодировать сигналы Что нам не нужен Мощный сигнал Достаточно слабого Но закодированного сигнала И мы можем его Неискаженно потом Восстанавливать Ну вот как раз Интересно Что в 60-е 70-е Когда полетели на Луну Когда в общем-то Была такая Космическая лихорадка Думали Что К 2020 году Или к началу 2000-х В общем-то Все мы будем летать в космос Практически как на автобусе Это не случилось Но произошла Революция информационная Сейчас весь мир В нашем телефоне И в общем-то Какими еще функциями В ближайшее время Будут обладать наши гаджеты Уже даже Просто Сложно представить На ваш взгляд Как физика Ну сейчас наука Куда идет Все-таки В сторону Вот этой информационной истории Или мы вернемся К мечтам о космосе Ну видимо Это какая-то такая Не знаю Как это правильно назвать Чехарда Игра такая Когда по очереди Разные Разделы Направления Да Направления Физики Выходят вперед И Вообще сейчас идет Можно сказать Возрождение В смысле космической Вот этой вот Илон Маск Да Илон Маск Приходит сразу на ум То есть Большие деньги Просто замешаны В дальнейших развитиях Это понятно То есть И опять же Есть часть научная Да Вот Как мы уже говорили Они там Сидят Собирать свои данные Что-то там Анализируют Иногда Показывают Фотографии черных дыр Это одно А и другое Это Прикладная Техническая часть Понятно Что На одной науке Там не улететь На Луну Да Нужно Чтобы инженеры Смогли построить Аппарат Вот Сейчас мы Видимо Находимся на стадии Когда вот эти инженеры Просыпаются И пытаются что-то собрать Миссии на Марс Да У нас планируется То есть Фундаментальная наука Двигает прикладную Все-таки В какой-то степени Они мне кажется Двигают друг друга Поскольку В какой-то момент Чтобы проверить теории Фундаментальной науки Нам Адронный коллайдер Чтобы его построить Ну ты хотел как раз О нем задать вопрос Чтобы его построить Нужно определенное знание В общем-то Физики, конечно И в то же время Определенные Достижения технические Вот Когда они Друг друга догоняют То есть Чтобы наши возможности Совпадали С нашими Наши желания С нашими возможностями Чтобы все совпадало И тогда это работает Да А иногда вот кажется Что Забросили мы там космос Да Но ведь на самом деле Почему забросили космос Было понятно Что на Уровне Том на котором Мы находились По технологиям Это просто не имело смысл То есть Вот Прилетели Даже собственно На Луну Слетали Там шесть Насколько я помню Удачных экспедиций Было После чего Ну СССР вообще Не стало на кого-то отправлять Поскольку Там Королев умер И так далее Миша уже не Ну и к тому же Там была задача Обогнать Американцев Не получилось Ну и ладно Вот После этого Перестали Туда отправлять людей Это дорого Опасно И главное Что смысла в этом не было А следующий этап Например Марс Да Полететь на Марс Ну там сейчас есть у нас Аппараты Которые из этого изучают Вот Но опять же Чтобы отправить туда людей Нам тоже нужно какое-то время Нужно Наши технологии Снова Совершенствовать Это происходит Не за один день Вот Так что Вполне разумно Что Отложили в сторонку Потом вернулись Ну вот Большой адронный коллайдер Вы упомянули Я как раз хотел о нем Бозон Хиггса Частица Бога Теория Большого Взрыва И так далее И тому подобное Кстати С Бозоном-то Там уже разобрались Да Его нашли Все замечания То есть Мы уже знаем ответ По поводу того Как зародилась Вселенная Потому что В общем-то Это как раз пытались Понять Что же было Это же было просто Красивое название Насчет частички Бога И так далее Это уже да Это просто была Еще одна частица Предсказанная Теорией Которую В то время Когда предсказали В общем Даже не рядом Еще было Способ обнаружения А теперь он появился И да Ну мы знаем Что такое Большой Взрыв Потому что Я со многими физиками Говорил на эту тему В том числе И с российскими И Был один из Ученых Сказал Что мы представляем Как такой Взрыв А это не совсем Ну вот Большой Взрыв Это что Что мы сегодня Знаем о Большом Взрыве Удачная формулировка Да это взрыв Но не совсем Да Ну это Вот А физики На самом деле Называют Умным словом Сингулярность Вот Можно было бы этим Ограничиться Поскольку Такой сериал По-моему есть Наверняка Нет Ну это какая-то Особенность Отличающаяся От окружающего Которая в каком-то месте Случилась и привела К этому самому Большому взрыву Здесь главный Фундаментальный вопрос А что было до Это была пустота Которая взорвалась А если была пустота То почему она взорвалась И собственно Бозон Хиггс Он и должен Как я понимаю Он не должен был На это отвечать Слишком много На одну частичку Был разлагалась На самом деле Непонятно Что было до То есть мы Хорошо знаем Как будто Первые моменты После Все это мы изучили А до Ну Здесь вообще Разные представления На эту тему Там про Множественность миров В общем можно долго углубляться Мне нравится еще Идея о том Что Время Ну вот мы знаем Что оно В теории относительно Эйнштейна Да Что оно умеет Замедляться Да Всякие парадоксы Безнецов Один летал Другой не летал И они Возвращаются У них разный возраст Да Ну даже находясь выше И с теми Кто находится ниже Мы немножко В другом времени Живем Если кто-то все время Летает на самолетах А кто-то нет То разница между ними Мы стареем медленнее Вот Все верно И есть такая Интересная мысль Мне просто очень понравилась Она красивая Что если мы Начиная отмотать время назад Будем приближаться К моменту большого взрыва То у нас Поскольку там же Мы сжимаем все обратно Гравитация увеличится Время замедляется И оно замедляется Таким образом Что каждая следующая секунда Грубо говоря Состоит из большего количества Вот наших Сейчасшних секунд И мы будем приближаться К этому моменту бесконечно То есть все время замедляясь Как можно рисовать график Который приближается К какой-то линии Но никогда ее не достигает Вот такая же история И поэтому Вопрос тогда о том Что было до взрыва Он как бы отпадает Но ведь что такое секунда Да Это 9 миллиардов Колебаний атомцезия Насколько я знаю Соответственно Замедляются колебания Или что-то по-другому Нет Это просто способ измерить Естественно Это имеется в виду колебания И переходы То есть Замедление времени О котором мы говорим Вот то что сейчас Мы находимся на шестом этаже И тот кто находится на первом Там на долю Не знаю Там миллионную долю секунды Медленнее и быстрее Время течет У нас есть эта разница во времени Мы это фиксируем Каким образом То что условно говоря Колебания Как-то по-другому для нас идут Или все-таки Что-то как-то по-другому Это можно посчитать Ну И это тоже То есть это же зависит от времени Как бы да Мы как измеряем Вот эти колебания С помощью часов Грубо говоря Которые будут дойти по-другому Да Почему они собственно Называются атомные Вот Ну вообще Сначала Не все верили Что это так Довольно сложно проверить Особенно находясь на земле Но вот Система GPS Которая сейчас существует Когда ее запустили Оказалось Что вот это вот смещение Гравитационное По времени Оно очень даже Имеет значение Это то что предсказал Энштейн кстати Да То что он предсказал То есть действительно Если не учитывать Замедление времени Да Здесь относительно того Что наверху То координаты Не сходятся Да Мы будем промахиваться Да Будем промахиваться И вот Такой один из очень ярких Примеров того Что это существует И это важно Ну здесь как раз Вопрос который возникает Я сейчас спрошу Звукорежиссера Сколько у нас минут Остается до конца Как раз вопрос о времени Три минуты у нас есть То есть это не сложно Почитать 27 миллиардов Трибаней Атома цезия Да Но тем не менее Вот машина времени Это как раз тот вопрос Который интересует Ну как фантастов В первую очередь Герберт Уэллс Много всего было На эту тему написано Именно фантастами Но ведь реальность такова Что мы можем В какой-то степени Обмануть время Просто наверное Мы не можем вернуться в прошлое Или мы можем вернуться в прошлое Ну вроде как мы считаем Что время у нас Все таки разворачивается Только в одном направлении Да Поэтому в этом плане Машина времени Такую вроде бы не построить То есть мы можем ускориться То есть мы можем улететь Как в Интерстелла Улететь Потом вернуться А тут все наши друзья Уже вообще будут Да Такое действительно работает Это правда Насчет замедления времени Да Но одно дело замедлить Другое дело повернуть в пять Это совершенно разные вещи Да Это машина у которой нет заднего хода То есть да Или мы так считаем Это билет в один конец Да Ну вот вопрос от Николая Очень коротко попрошу ответить Потому что времени к сожалению Верите ли вы Что у человека есть душа Если да То почему Вопрос под занавес Да Вопрос к физику Да В общем о метафизике Я даже не знаю Что мне это Честно говоря Ответить Я обычно таком не задумываюсь Поскольку это такая область То что она не научная И Они можно долго спорить Но в этом обычно нет смысла Поскольку ничего невозможно доказать А провернуть Вот Так что Видимо Наверное каждый думает Что что-то в нем такое есть Что можно назвать душой Просто каждый называет это В общем считает это Чем-то своим особенным Каждый свой взгляд На что это такое Но да Что-то делает нас Отличающимися от других Ну что ж На этом мы сегодня Завершим нашу эфир Михаил Ханенков У нас был сегодня Ученый Физик Специалист в области Физики атмосферы Радиоволны и акустики Работник Сотрудник Физического факультета МГУ Имени Ломоносова Напомню что 18 и 19 мая Пройдет интерактивная лекция В которой примет участие Михаил В музеум ЛВ Так что приходите Спасибо вам Всего доброго И до свидания И вам спасибо